подводим итоги матча атлетика старая школа снова оказались сильнее олдскульчики со счетом в этот раз 42 со мной студии илья стёпин и домников николай илюха поздравляю с победой в этот раз матч дался наверно попроще или посложнее как ты сам считаешь ну тогда вы отыгрались на последних минут сейчас вы вели больше часть матча да я думаю матч очень сложно было на самом деле спасибо ребятам атлетика за игру там поднимаю эмоции коле насчет судьи блять все бывает но я считаю первый там намного лучше смотрелась олдскул во втором тайме очень сильно прибавила атлетика очень много моментов не забили повезло конечно пенальти что там назначил при 3-1 это наверное предрешила ход игры ну закономерными как сказать короче результат решил по итогу ты сказал повезло повезло потому что его по факту не было или повезло потому что просто игровой момент такой сложился на самом деле я далеко был с другой стороны там ну все на усмотрение судей поставил значит он увидел не могу добавить ну это футбол но мы всегда привыкли говорить что счет всегда по делу так или иначе но вот как считаешь атлетика заслуживал ничьей или победы ну атлетика выиграл второй тайм по факту не играли очень здорово ребята на что же гранд ну сели назад понятно ведем счет победа нужна в любом случае очки терять не хотелось после первого нормального тайма значит подсели может опять это замены нити сыграли потому что в конце очень нервно стало даже видишь там ребята между собой иногда чуть ругались да коль но первый тайм почему то у вас вообще никакой был по факту потому что вы более техничный наверное футбол привыкли играть но что-то не получалось почему спасибо сопернику за игру со старой школы всегда в матче у нас легкие не бывают и у меня эмоции просто двояки это просто меня вот постоянно вот поражает эта ситуация ну во первых я просто меня не услышали на установке я очень просил не сваливаться на футбол и оставить старую школу без мяча люди просто и опять же опять же я не призываю никогда никого грубости но школа всегда идет до конца они не убирают ноги они летят на сзади в подкаты они этим бойцы вырывают свои очки у нас год перед пенальти человек просто должен был просто играть ну просто играть чуть жестче входить вместе с человеком в мяч и просто не было бы этого момента с этим пенальти ну просто у нас проигрывали на первом я первые пытаем весь проиграли всю борьбу на всю особенно на первом мяче все пора проигрывать дальше срезка дальше там у них эти 6 метров позитива как его перепрыгнуть а там третье стоят волейболистами любви забивают головой гол в раз ну второй то же самое третий под копирку здорово свои моменты старая школа реализовала опять же я говорю мы на кубок они много играли они в наш футбол стали играть проиграли сейчас они опять заставили нас играть в их футбол а мы-то в этот футбол играть не можем не умеем и опять же здесь надо просто тогда как они выжигать искры искры просто избудут просто также кость кость играть ну как бы вот вот так а у нас получается что мы не фалим даем им свободное пространство во втором тайме а чего во втором тайме во втором тайме равная игра и я просто говорю что мне всегда вот выбешивает в любом турнире что в этой суперлиге что в премьер-лиге Играет две равные команды, которых, ну, блин, интересный футбол. Этот говнюк со свистком бегает, блядь, всю игру портит постоянно. Он и в одну сторону херню какую-то творит, и в другую. И из раза в раз одну и то же. Один, по-моему, Ярцев умеет судить. Я вот не знаю, неужели он один? Их там столько человек-то приезжает, блин. Ну, хоть бывает, ладно, более-менее хотя бы не портит игру. Этот стоит там в углу. Как он там увидел пенальти? Откуда там пенальти, блядь, и так далее. Игровой момент. Игрок бьет по воротам, воротарь парирует. Тот вырезается ему в ногу, потому что бежит по инерции. Ну, что ты делаешь, блядь? Игра их дает равные. Ладно, хорошо, там сами команды разберутся. Но не нужно старой школы таких подачек. Она не слабая команда, ей не нужны. Они не сами могут выиграть у нас. Ну, допустим. Зачем хоронить одну из команд? Я бы то же самое говорил, если бы это было в другую сторону. Вот это вопиющее просто. И да, блядь, слов нету. Нельзя. Ну, блин, я не понимаю. Олево, оно же, блин, считается лучшим чемпионатом 8 на 8 в городе. Неужели, я просто в этом вопросе организатору, неужели нет нормальных судей? Ну, почему постоянно какие-то эксперименты какие-то? Один ходит пафосно и не разговаривает ни с кем. Я вот спрашиваю, товарищ судья, не разговаривайте со мной. Ну, хорошо, ладно, не разговаривайте. А вы что судите-то? Футбол, хоккей, волейбол? Ну, непонятно. Здесь то же самое. Одинаковые моменты, абсолютно одинаковые. Ну, там нет точки. Он говорит, вратарь в штраф, ну, вратарской может делать что угодно. Когда Иваш, ну, просто по башке прилетело от вратаря. Ну, это такая же точка. Ну, вот как? Ну, блядь. Не знаю. Что, спасибо парням за игру. Игра была хорошая, ну, как обычно со старой школой. Хорошая, жесткая, динамичная игра. Первый тайм они выиграли, второй мы выиграли, но мы не забили. Судья этим пенальти всю игру сломал. Я думаю, ну, может, вытащили, а может и нет. Не знаю. Ну, на 3-3. Да, опять же, правильно сказал мой товарищ, что кучу мы не забили. Это реализация, она из раза в раз. Я уже не знаю, что делать. Ну, это значит ничего делать. Просто это нехватка исполнительского мастерства. Будем над этим работать. Опять же, очки, которые мы не должны терять, у нас свои задачи. Мы отпустили школу вперед. Что, теперь будем догонять. Смотреть. Теперь нам нужно как бы еще одну команду догонять. Так была фортуна. Теперь как бы мы вообще из стыков вылетели. Ну, по-хорошему, да. Усложняем задачу. Сейчас следующий матч будет с Барракудой. Потом посмотрим, что сейчас будем работать над ошибками делать. И все. Ну, блин, я говорю призовая просто честно. Ну, так нельзя, блин. Ну, просто нельзя так судить. Вообще. Это, я говорю, не то, что атлетик, какой-то заговор против. Нет. Тут просто куча команд. Я думаю, тут каждый первый капитан скажет, что просто судейство отвратительное. Вообще. Просто отвратительное. Из раза в раз. Я говорю, только вот Ярцев присмотрит. Ну, блин, ну, как повезло. Вот человек приехал, отсудил, четко все объяснился. Показал, рассказал. И никто рот не открывает. А здесь он игру отпустил еще чуть-чуть. Просто начались бы сейчас. Ну, просто уже в кости играли. Потому что судья просто игру. У него не то, что не держит. Он где-то там. Зато стоит на бровочке, смеется там потом в серединке тайма. Ну, весело ему, здорово. Хорошо. Слушай, ну, на твой взгляд, если ты говоришь, что только Ярцев один сует нормально, неужели ты думаешь, что организаторы не прикладывают усилий, чтобы найти нормальную судью? Просто это питерская, наверное, проблема, может, какая-то? Я об этом просто слышал тоже. Это вообще проблема. Я вообще не понимаю, что этот судья здесь делает вообще в Оле. Куда он в премьер-лигу еще и центральный матч судит? Ну, куда? Ну, вы что, смеетесь, что ли? У него рейтинги, блядь, ниже там, не знаю, блядь, хлеба и... Это вывел. Ну, блядь. Почему такое сравнение? Знаешь, такое... Айкью, ниже хлебушка, знаешь, такое... Ну, блин, он, может быть, хороший парень, я ничего не говорю, он хороший парень, но по мне он не очень хороший судья. А хороший парень в профессии не бывает. Потому что он теряется, он забивается, все, он как бы... Такое ощущение, блядь, быстрее бы все закончилось, и все, и все, домой, домой, домой. Ну, конечно, а тут, блядь, с одной стороны, с другой, и он все, мать бать. И все, и он теряет игру, а там начинаются вот эти кровь, говно и волосы, извините. Ну, блин, зачем это надо-то? Ну, центральный матч, ну, поставьте кого-то поопытнее, какой-то, не знаю, где Молчан? Где Мэттеровный? Да нельзя Молчана ставить на старую школу. Хорошо, ну, не на старую... Не на старую школу, хорошо. Ну, кто, кто? А, это из-за вас, наверное, все, мать. Я понял, надо вырастить своих судей, которые будут в шлеме выходить в латок против старой школы. Да ладно, бог с ним, спасибо огромное за игру, нормально подвигались. Это тоже я истерику включил. Ну, просто пеналь, ну, нельзя так. Просто еще раз я просто говорю, ну, согласись, дружище, ну, нельзя такие точки ставить в таком матче. Ну, когда вот прямо, ну, откровенно, я понимаю бы, действительно, он бы его обыгрывал, он бы его зацепил, вопросов нет. Но он же пробил, тот парирует, и он после уже удара с ним цепляется. Ну, какая точка, ну? Ну, блядь, это усмотрение судей. Да какое усмотрение? Ну, как, ну, блядь. Ладно, 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 ребят, но не дискуссия у нас потом. После удара, после удара, после удара. Потом, мы поняли твое. Ну, короче, ты не докажешь, ты, ну, ты свое будешь. В общем, давайте отойдем от темы судейства немножко, от дискуссии по этому поводу. Да, про футбол и про новичков. Сегодня у старой школы приехала большая скамейка, были там новички, и как они вписались? Да, слушай, работаем над этим. Вот Сережа Седых приехал первый матч играть после травмы Калина. Давно не выступал, и, в принципе, наверное, сыграл неплохо, я думаю. Видишь, Невский сегодня молодец. Ну, он не новичок, но сегодня он прям молодец. Трешку, да, отгрузил. В церкви входим, молимся за него, чтобы он забивал почаще. Получается. А сам он ходит в церковь? Я хуй знает, может, это ист. А у Атлетика как с новичками? Ну, я вот сегодня знаю лично просто Кропотина, поэтому знаю, что он у вас новый. Еще, по-моему, да, парень был в центре поля. А вообще, на самом деле, ну, что-то у тебя состав как-то, блядь, опять. Я только вот чела с косичкой знаю, и старый, который сзади играет, и все, и еще чувак. Ну, они же сейчас... И Мамонтов приехал. Больше это не формирует. И выгрызал все. К сожалению, новички сегодня, мягко скажем, немножко не впечатлили. Но это и... Ну, их надо потихоньку подводить, состав в любом случае. Если бы были, как бы, кто старый в обойме, конечно, играли бы, наверное, старый. Потихонечку бы, да, подводил. Ну, как бы так. Я ожидал чуть большего от Кирилла. Но, опять же, я говорю, что пока первый матч, друг друга пока по именам плохо знают. Ну, что тут старался, да, старался, открывался, здорово. Потом Олег Михайлов, ну, тот же в КПД, он не очень большой, конечно, был желание. Главное, большое желание было. Уши, травма глаза, ну, вот, который китаец, он просто, говорит, не вижу ничего, поменялся. Китаец, да, ши, маги. Хороший парень, но, говорит, не вижу, просто не вижу, правым глазом, влепили в прошлом туре, и, как бы, НФЛ страшный турнир, просто... Там еще, понимал, мы, блядь, вылетели от ДНС в полуфинале, блядь, и там судил Вася Васильев, это вообще был пиздец. А это, как бы... Возвращается все к судим, да? А это, как бы, величина, как бы, да? Да как мог, да ладно, шутка мне. Ладно, ну, величина, поэтому, футбола 8 на 8, да? Ну, хочу сказать, Вася, не надо судить, блядь. Ладно, ребят, спасибо вам за интервью, я так понял, вам есть о чем сейчас поговорить. Спасибо. А, и Илью Степину, поздравляем сегодня с днем рождения и с победой. Спасибо.